Подобные учения проводятся в Сергеево-Пасадском городском округе регулярно. Легенда стандартна. Возле медучреждения охранник находит подозрительный предмет с торчащими проводами. Далее по инструкции следует доклад вышестоящему начальству и звонок в единую диспетчерскую службу о сомнительной находке. Подозрительный предмет, похожий по всем признакам на взрывное устройство. Прошу вызвать все оперативные службы по адресу районной больницы. Новоуглическое шоссе, дом 62А, корпус 4, детский корпус. Время доклада 11.06. Почти мгновенно территория вокруг подозрительного предмета была отцеплена возле корпуса, выставлена охрана. После объявления по громкой связи началась эвакуация больных и медперсонала. Поскольку на улице не жарко, то детей решено было не выводить из здания. Врачей и медсестер же попросили быстро покинуть корпус. Тем временем начали прибывать первые машины специальных служб. Самыми первыми приехали представители охранного предприятия. Затем пожарные, полиция, реанимобиль. По словам специалистов, все уложились в нормативы. Сегодня на базе больничного комплекса районной больницы проводилась совместная тренировка по отработке действий руководства, персонала больницы и дежурного персонала по действиям чрезвычайных ситуаций. В частности, это террористическая угроза. Цель этих занятий – повысить навыки, практически действовать в чрезвычайных ситуациях. Это, прежде всего, руководство, оповещение и эвакуация стационарных отделений. Также на учениях отработали порядок действий по эвакуации персонала посредством специальных средств с помощью пожарной лестницы. Два добровольца были эвакуированы с козырька детского корпуса на землю быстро и максимально безопасно. В целом, тренировка длилась чуть более 20 минут. За действиями спецслужбы медперсонала наблюдала ведомственная комиссия, которой предстоит оценить прошедшие учения. Татьяна Трушкина, Кирилл Григорьев. День города.